А знаете ли вы, кто такой Карачун? Как гласит история, так в Древней Руси называли бога тьмы, холода и смерти, который всё лето проводил в подземном мире, а зимой выходил на поверхность земли. Этот злой седобородый старик в кафтане и с посохом в руках с началом зимы ходил ночами повсюду и насыпал трескучие морозы. Суеверные люди боялись и почитали Карачуна, чествуя его с 24 по 25 декабря, когда ночи становятся короче, а дни длиннее. По поверью, само имя Карачун означает «укорачивающий». Когда на смену славянским богам пришло христианство, то образы многих богов со временем видоизменились в сказочных персонажей. Так, многие учёные считают, что именно Карачун стал прообразом современного Деда Мороза. Но, в отличие от последнего, он считался богом неудач, и выражение «пришёл Карачун» означало, что пришла беда или погибель. Поэтому другие источники с его именем связывают появление в русских народных сказках образа Кащея Бессмертного. В художественном фильме 2016 года Александра Войтинского «Дед Мороз. Битва магов» Карачун изображён злым колдуном, выпущенным на свободу из многовекового заточения и вознамеревшегося уничтожить Землю. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний. Субтитры создавал DimaTorzok